здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу рассказать немножечко о том что такое мультивалютная карта тинькова дело в том что ну недавно тиньков это вел что сделал карты мультивалютным я думал что за фигня на самом деле вот а потом ну как-то ну вёл ну вёл мне она надо вот потом пришлось разобраться потому что смотрите одна моя знакомая была во франции и она мне звонит оттуда горит юра можешь мне прислать деньги они у меня кончились значит в евро и у нее есть карта тинькова вот и и у меня есть карта тинькова я говорю ну с тинькова на тинькова переброшу она говорит валюте и говорю как это так валюте то нельзя перебросить свифтом и так далее очень большая комиссия грит можно вот после этого я завел себе карту сделал свою карту дебетовую вот обычную карту дебетовую тинькова сделал мультивалютной и в чем кайф в том что в принципе она не просто как бы ну я раньше думал что что я могу ее сделать мультивалютной то есть что вот она сейчас рублева я поехал за границу сделаю евровой например и все мои деньги тут же в евро считаются нет оказывается оказывается поставок я делаю мультивалютной то ну в зависимости от моего пожелания может появиться еще два счета то есть к одной карте привязаны сразу три счета это карта в рублях как обычная она и была причем второй счет в долларах и третий счет в евро вот такой прикол и и давайте покажу как это выглядит прямо на экране вот это мой тиньков моя обычная карта тиньков вот она всегда выглядела вот так вот ну там сейчас вот вы видите 16 тысяч рублей там небольшая сумма вот и после того как ее сделал мультивалютной это достаточно легко делать там кнопочка катей соответственно появляется долларовый счет и евровый счет ну то есть как можно выбрать там либо долларовый либо евро и можно оба сразу получается вот сразу такие два счета счет в долларах и счет в евро причем они независимы абсолютно то есть смотрите к одной карте привязано сразу три счета как бы то есть одна карта счета 3 и в зависимости от того что я хочу я могу вот здесь вот здесь вот вот так вот взять вот эту штучку и перетащить вот сюда и так нет вот привязать карту к этому счету до опля и она стала уже долларовой понимаете вот теперь я перетаскиваю и вот сюда привязать карту к этому счету привязываю и и карта уже становится евровая вот таким образом происходит привязка карты к данному счету вот ну сейчас я ее отвяжу соответственно потому что мне пока это не надо привязать к рублевому видите простым движением привязывается карта карта становится либо долларовый счет либо валютный либо евровый вот почему я сказать об этом хочу рассказать потому что ну вот я сказал что тетенька моя знакомая была во франции и она просила меня перевести с моего счета во франции вы знаете евро туда поэтому я положил она мне объяснила как это делается я объяснил я положил евро на свой счет и делаю перевод ей во францию сделал перевод она получила была довольна весьма и весьма когда я рассказал об этом в банке открытия говорю вот если есть валютная карта у одного человеке у одного и другого человека внутри банка же можно перевести с одного валютного счета на другой они такие сидят говорит нет то есть в принципе это делать нельзя но тинькофф то хитрый тинькофф хитрый он первый догадался но он первые много чего догадался вот и сейчас он первый догадался сделать следующее вот это окей мы сделаем так что формально вы переводите рубли то есть смотрите он берет значит вот мои евро как как бы переводит их в рубли рубли переводит тому клиенту которому я хочу перевести евро и там уже конвертирует их тут же в евро и и и кладет на евровый счет таким образом обходится свифт простая вещь но почему-то первый об этом догадался тинькофф никаких свифтов никаких 20 долларов все остальные банки сидят как это сделать и когда у тинькоффа пойдут вот эти вот платежи вот сказать ну как бы достаточно ну почаще они допрут конечно потому что тинькофф первый был кто вел процент на остаток по карте который равен депозитному проценту практически тинькофф первый вел кэшбэки на все покупки тинькофф впереди планеты всей и вот сейчас тинькофф что сделал они поставились начали наконец ставить свои банкоматы тинькофф банкомата у них гениальный вот вчера вот вы видите вчера я в банкомат вот просто вот положить деньги на счет я конечно предварительно позвонил значит выяснил все как это делается на самом деле вот оказывается очень просто положить валюту на счет но только через банкомат тинькофф банка и не другого банка значит беру подхожу ничего не надо делать с картой вот вот она карта обычная совершенно и вставляю в банкомат ввожу пин она горит что вы хотите я группа полнить в какой валюте выбираю валюту вот открывается окошечко я запихиваю туда валюту соответствующую которую я выбрал вот она такая если банк обычно считает там считает у считается то здесь так вот 5000 долларов ввести на счет я говорю да внести он понимает что если это доллары то значит на долларовый счет все он вносит их на долларовый счет но я испугался сразу 10 тысяч долларов запихивать поэтому но вот вы видите два раза по 5 тысяч долларов вот потом я выбрал валюту евро и запихнул сюда евро но проблема в том что евро он принимает только 50 и 100 евро 500 евровые купюры но они мало где принимаются вообще вот это ограничение значит что дальше я хотел сказать для чего я это все сделал а сделал я это для того чтобы перевести эти деньги за социально накопительную программу социально накопительная программа переводится деньги через уже через свифт это понятно потому что иностранному юридическому лицу на самом деле в австрию переводится деньги в австрийский банк шпаркасса вот совершенно спокойно то есть я ввожу свифт коды и так далее и так далее и опять же почему тинькох а потому что тинькох а самая минимальная комиссия из всех банков которые нашел вот раньше я переводил через там ну был мдм банк сейчас он сказать бин банк скоро станет банк открытия всюду 20 долларов через сбербанк переводил 20 долларов там ну по всякому то есть короче говоря во всех банках 20 долларов у тинькова ниже у тинькова ниже и я спокойно совершенно просто ввожу здесь вот через интернет банк ввожу все эти свифт коды значит там корреспондентские так сказать там счета дойче банк и так далее все деньги идут и комиссия ниже всех друзья мои вот таким образом можно перевести деньги на за границу но правда здесь уже валютный контроль играет по полной значит здесь уже все документы они проверят для того чтобы подтвердить законность этого платежа у меня это будет социально накопительная программа то есть назначение платежа будет написано insurance payment и сосканированный ну там ваучер так называемый я тинькову предоставлю в качестве документа для отчетности для обоснования вот этого платежа вот но они сказали что проблем никаких не будет в принципе и раньше проблем не было через сбербанк платить и так далее вот поэтому значит вот такая информация о том что тиньков стал мультивалютным это очень очень удобно и ну некоторые банки тоже вроде бы есть мультивалютные если вы знаете такие поделитесь пожалуйста в комментариях ну вот у меня такие впечатления на сегодня все с вами был Владимир Митков Юрий спасибо за внимание 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 спасибо за внимание